Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в Криминаловичку на Северодина Роллеплейт, центральный округ. Мы здесь Кирилл Путбулови, не забывайте водить манипуляции. Итак, чуваки, сегодня снова серийка, и я так понял, что на родине Хэллоуин продолжается. Это значит, что я могу продать свои остальные тыквы. Итак, вот у меня есть тыквы, их 86 штук, пацаны, 86. Это довольно-таки много. Я попробую сейчас их выставить по 4 тысячи за каждую и заработать денег. А ну а потом мы уже поедем, пацаны, и посмотрим Килл Фермера, потому что я покупал, как вы помните, Килл Фермера, и я хочу протестировать, сколько мы сможем заработать и что мы вообще там можем делать. На трактор ездить, на комбане, если он там есть, и так далее. Ну что ж, погнали. Изи деньги просто, пацаны. Изи деньги, плюс 344 тысячи. Просто я сразу выставил, чувак забрал меня, и всё довольно-таки охрененно. Реально, теперь у меня есть лямчик, а было до этого 800 чем-то тысяч, но теперь у меня есть лямчик, поэтому всё заебись, пацаны. Направляем сейчас на ферму, хотя нет, давайте зайдем в банк сначала, я посмотрю свои налоги на всякий случай, ну а потом уже поедем на ферму. Кстати, пацаны, я последнее задание в квесте не выполнил, ну потому что, не знаю, как-то влом его делать, там, короче, нужно лезть по этим домикам и сфотографировать призрака. И это самый последний квест, там вроде награда неплохая, но блин, я просто не хочу, потому что я знаю, что это будет очень долго, и трудно будет найти этого призрака, потому что он постоянно спавнится в разных местах. Так, у меня только налоги на дом есть, всё, я их оплатил, и теперь можно со спокойной душой ехать на ферму и смотреть наш килл фермера, сколько мы сможем заработать. Вообще, зря я купил его или нет? Вот это, пацаны, опасно на камбре, видите, розовый салон, сама зелёная, на гидравлике, вот это стиль просто, а? Вот это я понимаю, не то, что я на себе БМВ тут езжу, сука, псос ебаный. Ладно, я шучу, конечно же. Не, ну прикольно, они сделали, как раз, типа розовый салон, салатовая камбре, на гидравлике, на дисках, там, на ББСах, по-моему. Это, конечно, жёсткий стиль. Чё, вообще, сюда поехал? Я думаю, вам заколебалось светиться на это БМВ, пацаны, видос, поэтому давайте я возьму свою Теслу. Да, у меня есть Тесла, я хотел продать, но чё-то, блядь, передумал. Передумал за то, что она сейчас дёшево очень стоит, там, около 3-4 миллионов, а я её покупал за 6, понимаете? Я надеюсь за то, что она подорожает, и я деньги заработаю, но, к сожалению, как-то не получилось. Но зато эта тачка очень классная, быстрая, и мне она по управлению, да и внешне, в принципе, нравится. Не знаю, как вас, но меня бесит то, что бензин очень быстро заканчивается. Реально, он за 5 минут может закончиться даже этот бензин, и немножко это напрягает из-за того, что, блин, реально, едешь-едешь, блядь, едешь, допустим, с этого в юшку, и у тебя уже бензина почти нет. Ну, реально, это немного бесит, потому что реально, как будто каждые 5 секунд бенз пропадает. Вроде бы, как оно и есть так, но всё же, блин. Реально, ну, он быстро кончается, вот, смотрите, 99 литров. Давайте мы доедем сейчас до фермы и посмотрим, сколько у нас будет бензина. Так, вот я доехал до фермы, и у нас просто минус 7 литров, понимаете? 7 литров, хотя тут ехать, ну, понты реально. От моста южного, грубо говоря, до сюда ехать реально очень мало. Но бензин заканчивается очень быстро. Давайте сейчас припаркуем машину вот здесь, пишем парк. Ну, чтобы она не пропала, потому что потом надо будет ещё, может, куда-то поехать. Поэтому, да. Вот есть тракторы, комбайны, и я себе купил самый максимальный стилл. И давайте посмотрим, на чём мы сможем поработать, и сколько мы сможем заработать, самое главное. Так, я могу на комбайне работать. Обратите внимание, для доступа к этой работе вам необходимо набрать 3200 очков работы фермера. Работа начинается фермером или трактористом. А, начинающим фермером или трактористом. Ну, так у меня 8000 очков, ёпта. Давайте информацию посмотрим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, короче, ладно, это не важно, а главное, что мы можем работать на комбайне. Давайте посмотрим, сколько же там платят. Так, здесь подсказка, короче, есть, я уже прочитал, кто хочет, можете прочитать. Так, давайте запускаем двигатель и поехали. Будем на вот таком комбайне работать. Как эту хрень поднять можно? Натрётся, просто я натрётся. Походу её нельзя поднять, ну ладно. Какой-то баганный немножко комбайн. В принципе, ладно, бывает. Так, давайте покатимся и посмотрим, сколько мы же заработаем. Нам ещё здесь очки будут давать. Ну, нормально всё. У меня и так 8000 очков, поэтому мне и так заебись, в принципе. У него максимальный стилл, клядь, фермера. И поэтому я надеюсь, что нам довольно-таки неплохо должны заплатить. Так, вот ещё один ч-коинт. И вот ещё один ч-коинт. Ладно, давайте я уже, когда сделаю хотя бы пару подходиков, я продолжу. Так, вы успешно отработали ваш навык фермера повыше на 90 единиц. А вы уже заработали 3300 рублей. Блин, я не знаю, это буквально, ну, 2 минуты я поездил и всё. И вот эта моделька очень банная. Видите, у него первые колёс проваливаются, во-вторых она трётся этой хернёй. Я не понимаю, зачем Родина добавляет в модпак баганной модельки. Серьёзно, их действительно много. Чтобы BMW баганная, M5F90, у неё колёс проваливаются все причём. Чтобы вот баганная, и ещё некоторые модельки есть баганые, я их просто сейчас не вспомню. Реально, это немного бесит. Вот прям, даже не немного, я бы сказал. Так, видите, вот навык фермера, 8000 очков. На данный момент вы можете работать, хорошей работать. Всё, давайте, я думаю, попробуем теперь на тракторе. Здесь мы заработали 3300 рублей. Давайте посмотрим, сколько мы сможем заработать на именно тракторе. Потому что на нём я не работал. Чтобы понимали, я просто вот за донат купил себе навыки. Максимальный навык фермы я купил за донат его за 80 азакоинсов. И теперь я могу работать на комбане, на тракторе. А вот если вы новичок, и вы не купите себе эту тему, и не будете здесь работать, вы не сможете. Вы просто сможете таскать тюки, и всё. Так, вот я уже беру трактор, и здесь нам платят 60 очков, будут давать. Отправить по чиппоинтерам, для выполнения своей работы, получите зарплату, и вы сможете в здании фермы. За проделанный пункт работы вы получите 60 очков фермера. Удачной работы. Окей, надеюсь, этот трактор не такой баганный, как комбайн был. Давайте попробуем поездить, и посмотрим, сколько нам тоже здесь заплатят. Так, вот я уже сделал подход на тракторе. Блин, на самом деле, вот, я вам советую, пацаны, работать на комбане. Если вы покупаете скилл максимальный, вот этот фермера, то работайте на комбане. Потому что на комбане быстрее, наверное, в три раза, чем на тракторе. Потому что на тракторе мне пришлось вон то поле сначала, потом вот это, вон то, и вон то. Короче, четыре поля этих. На это ушло буквально, ну, минут шесть, наверное. А на комбане реально всё быстро происходит. Я реально всё быстро делал. Так, тыквы, давайте соберём. В любом случае, никому она не нужна. Заеби. Ещё, ещё одна тыква. А, это башка чувака, я думал, откуда там тыква, блядь, на крыше. Ну, ладно, в принципе, давайте мы закончим работу и получим наши деньги. Здесь мы заплатили 2100. На комбане нам за две минуты я заработал 2300. Поэтому, пацаны, я думаю, тут всё очевидно. Покупать ли скилл фермера за 80 доната, я думаю, оно того стоит. Потому что на ферме интересная работа. И если вы новичок особенно, то задонатить там 40 рублей и купить себе этот скилл фермера максимальный. И работать, и зарабатывать, то я думаю, это вам будет полезно. Всё, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok